Дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Во-первых, конечно, я хочу поблагодарить всех собравшихся сегодня. Нам очень приятно видеть вас. Сегодняшний концерт, я бы сказал, сегодняшний вечер. Это, я думаю, все знают, вчера был день рождения у Сереги Костюхина, которому мы хотим сегодня посвятить этот вечер. Сегодняшний вечер – это не панихида, это не 40 дней, это не поминки и так далее. Это концерт, посвященный Сереге. Я надеюсь, будучи все-таки таким сомневающимся агностиком, но сомневающимся, надеюсь, что он смотрит сверху и надеюсь, что ему это действие, по крайней мере, не отвратно. Чтобы это было приятно, это тяжело, конечно, но, по крайней мере, не отвратно. Когда мы собирались, впервые возникла мысль организовать такой концерт, мы с Мариком Фредкиным стояли, курили и говорим, давай, Марик, вот давай сделаем концерт и пригласим туда людей, которых Сереге было бы приятно видеть. На что Мариша, жена Марика Фредкина, Мариша сказала, знаете, ребята, боюсь, что вы не пройдете этот отпор тех, кого ему было бы приятно видеть. Ну, если уж так брать, по большому счету, да, то, наверное, из ныне живущих сегодня Сереге на сцене было бы приятно видеть Пола Маккартни с Ринго Старом, ну, Максимум, там еще, я не знаю, Наила Янга, вот, Ника Джекера уже как-то поменьше, да. Однажды он ушел с концерта своего любимого Пола Саймона, потому что ему не понравилось. Ему не понравилось. Вот, ну, сегодня в зале больше половины своих, это неправильно, сегодня в зале все свои, но больше половины тех, которые знали Серегу, очень многие дружили с ним, учились с ним, очень у многих есть свои, свой Серега, свои воспоминания и так далее. Вот, сегодня мы за имением Мика Джагера и Пола Маккартни обойдемся тем, что есть. Я очень надеюсь, как раз те люди, от которых Сереге не было бы тошно и откроет концерт его старый друг, старинный его друг, который, в общем-то, наверное, сам что-то скажет, хотя Серега очень смеялся всегда, потому что речь идет о Марке Ихиличе Фредкине, и когда говорилось о том, что Марик что-то расскажет, когда у них были совместные на радио приглашали, Серега очень смеялся, потому что Марик всегда односложно отвечал на вопросы журналистов «да», «нет» и «сомневаюсь», и всю интервью балок на себе Сергей Владимирович Костюхин, о котором мы, естественно, сегодня весь вечер будем вспоминать, еще поговорим. А пока Марик, наверное, тоже что-то скажет, «да», «нет», «сомневаюсь» скажет, и споет, и представит самых замечательных людей, которые сегодня будут весь вечер практически на арене. Марк Фредкин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ Злодеев, я действительно скажу буквально два слова. Ну, вся практически Костина жизнь, начиная от трогательного и невероятно палантливого юноши и кончая седым, старым, больным человеком с большим набором вредных привычек и с тяжелым характером, вся эта жизнь, можно сказать, прошла на моих глазах. И я думаю, в зале сегодня есть немало людей, которые могут сказать то, что слава. Когда человек умирает, то для нас, временно оставшихся в живых, его жизнь, ну, приобретает черты некоторой завершенности. И сейчас, когда Костя уже умер, можно точно сказать, что вся его жизнь, это была жизнь артиста. Не только музыканта, это само собой, но и артиста вообще. То есть для него весь мир воспринимался в эстетических категориях. Там, в быту, в литейских каких-то делах могло быть все, что угодно, а главным оставалось именно это. И наш сегодняшний вечер, ну, это своего рода просто дань артисту. Фактически весь вечер сегодня будут на сцене Андрей Кудрявцев, АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Владеев, АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Биллый, АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Маркович, АПЛОДИСМЕНТЫ И специально приехавший для этого из Америки Александр Платонов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, мы начнем с песни, которую мы когда-то с Серегой вместе зачинили, и она, я думаю, подходит для начала. Она называется «Давай споем». АПЛОДИСМЕНТЫ Давай на все забьем, и что-нибудь споем, пока не вышли мы в тираж, и в отлетенный стол мой жидкий козлетон вернет в душе былой хураш. И в отлетенный стол мой жидкий козлетон вернет в душе былой хураш. Давай споем нас всю правду без приказ, без умолчаний и длинок. И будет сбившись ног мой слабый ветерок блуждать, как пьяный мимо ног. И будет сбившись ног мой слабый ветерок блуждать, как пьяный мимо ног. Втогь с декорицей И споем нас всю правду оттуда, чтоб было напряг, пресочинить куплет другой, чтоб то и все приклесть, из кужи вон не лезть, карга над каждою строкой. Втоги с декорицей и с кужи вон не лезть, карга над каждою строкой. Споем о прежних днях, а нас остается снят И нам уж много не успеть Не за горой полстан, и надо попытаться Кровь из носу, что-то спеть Не за горой полстан, и надо попытаться Кровь из носу, что-то спеть Кровь из носу, что-то спеть И что-нибудь споем, пока не выпущены мы Тираж, и под гитарный стол Мой жидкий козылеток перейдет душе Былой кураш Это песня Я не буду особо вдаваться в детали Но скажу напрямую, чтобы каждый понял А трактей молодых до седых гениталий И я всю жизнь к этой песне слова зачинял Развлекаясь пивком и картежной игрой А пропускаясь с собой И вставая в станку Выпихаясь по нужде Предрассветной паром Я буду уметь шлифоваться страху Выходим по нужде Предрассветной паром Я буду уметь шлифоваться страху Не срок, не срок, не сгод Или их испыть Ах, мне в годы тяжких раздут О судьбах страны На любимой жене И на грязной путани Эти озвучные ритмы Но я пел, как пины, раздолбаясь отчет Как пусто звук исчезли Я пахал над собой Как последняя тварь Чтобы в этом впихнулся Неотрядный мотивчик Сорву меня слишком большой Но отвязный слава Чтобы в этом впихнулся Неотрядный мотивчик Сорву меня слишком большой Но отвязный слава И когда я отмучусь С куплетом в тенах То уехают лежа Не жалея хлебам Эту песню спою За столом премяклины И я так, брат, где ее Глядал и скрелевал Пусть споют от души Скрипотуюсь над садом И я так, да, моя жизнь Среди пьяных рула Пролетит над столом Словно птица над садом И уткнется в рефре Словно мурый в салат Пролетит над столом Словно птица над садом И уткнется в рефре Словно мурый в салат Ну и сейчас я спою Песню, посвященную Непосредственно Косте Она так и называется Песня про Костю Песня про Костю Хочу я вспомнить Как во время оба Блуждая мысли Собственных сопля Два молодых Способных мудозгон Мы вышли вместе На житейских шлях Когда мы с тобой В годы юности бездомны На двое стучали Неумелый и нескрыванный В искусство Глупь ее врата Как мы читали Жить с листа уже тогда Вообщем про Казах наши Костальский ключ Поигрывал бы часть И хоть немало Хрестила Но про мальчик За кое-что Не стыдно и сейчас И тут во всем Все рядом По барабану Из-за соли Влевых наире По стакану Может под гитару До утра Гоняли наши шляхи Любимцы он мог А также просто Град Хотя тебя Любви Нечуть не жни Казалось нам Что будет продолжаться Расстроить по жизни До скончания дней Что время есть Что все идет великолепно Но как всегда Пиздец подкрался Незаметно И уже не вспомнишь Нынче как Пошло в твою здоровье Скотя Давно уж нет Над нами общий круг И когда старость Нам свою мурлок Я как в дерьме У эрскими торгов Ты чересчур Ударился в бухгалку И все же я верю Что на наш закат печальный Блеснет хоть что-нибудь Улыбкой упрощенной И во наших сорок С небольшим Мы здесь ищем Большой бурочкой А если все Уже не по-поразинам И больше нам Не пить с тобой вдвоем И ведь мы лесами Лишь на половину Предусполагаемо жить А глянь помрет Тот кто из нас С ворота Разих себе Раши мальчик На тех поминках Наш плотной Ребят ламчик Алина вспомнит За двоих Ты на моих Я на твоих Ребят ламчик Ребят ламчик Ребят ламчик Ну на этом я Не прощаюсь окончательно Ну со сцены ухожу Но я еще вернусь Друзья Я забыл Марк Фрейдкин Я забыл предупредить О наличии Обсценной Да Она же Арбрутическая Она же и так далее Я честно говоря Зная что он будет Петь песню Про Про Костю Вспомнив это слово Я подумал Может попросить Марика заменить Но потом понял Что Серега бы Это сильно не одобрил Поэтому мы все оставили Как есть Просто забыл предупредить Чтобы не вздрагивали Но все здесь Вроде взрослые люди Все свои Тем более Все были у Губермана На концертах Так что Веб камеры работают Все записываются Марик конечно Очень Очень Так сказать Человек разговорчивый Как вы поняли Очень такой красноречивый Я думал что он Расскажет Что Мы с Сережей Встретились В 1926 году Там Где-то Что-то Но Марик Человек такой Надо понимать Следующий Выступающий Друзья мои Тоже пригласили Мы его Помятуя О нежном отношении Сереги к нему Потому что Зовут этого человека Артур Гладышев Но он известен Как Неуловимый Арчи Вот Он действительно Совершенно неуловимый Последний раз Мы лет пять С ним виделись И Сейчас Просто мы с ним Вместе Споем песню Объясню почему Песня Это дурацкая Моя Моя старая Песня Очень дурацкая Артур Гладышев Очень простая Очень старая Дурацкая песня Но Серега рассказывал О том Как Произошло Его знакомство Значит С моими песнями Он К нему попала Кассета И он услышал песню Первое что он услышал Это песня Которая называется Хали Гали Действительно Дурная Такая очень Юношеская песня Хали Гали Которую Спел я Записали мы Спел Арчи Тоже записали Все это было В московских окнах Все это было В московских окнах Да И плюс Ко всему Здесь присутствует Звукорежиссер Которого зовут Петрович То есть Естественно Это звание Это не фамилия Это звание Вот Петрович Сидел баловался С двумя записями С моей Записью И записью Арчи То есть Были две дорожки Он их переключал И вдруг Это ему Показалось интересно И он так Сделал запись Которая состояла Из двух дорожек То есть Фраза моя Фраза Арчи Фраза моя Фраза Арчи И это Получилось В общем Довольно смешно И В таком виде Она и вышла И Серега говорит Я первое что я послушал Это вот вашу Сарчи запись И Значит Ты мне показался Приличным человеком Сказал он Конечно С годами Понял Как он ошибался Вот Но тем не менее Он сказал Слушай Показалось это Естественным Нормальным Серега сам был Человек Естественный И он И он очень Так сказать Естественно Относился Ко всему Я себе Ну он говорил Что А А что А Вот сейчас Мы Сарчи Вспомним Песню А потом Марши Вам сам Что-нибудь Погнал Хали-гали Называется Песня Мы с товарищем Катали Взад Вперед Вперед Назад Кром Капели Хали-гали Пасам Брата Пасам Мы на красной Проезжали Вслед Свистел Нам По столу Но только Наша Хали-гали Раздавалась Над мозгой Круто Грозу Поддавали И орали Хали-гали 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 За рулю Мы не спали Не пухали Вперед Только Об одном Хали-гали Хали-гали За рулю Две девчонки Нам махали Мы решили Вот везем Вместе Сперед Хали-гали Хали-гали Вчетвером А когда Мы к ним Пристали Стали Жарко Целовать Тут Девчонки Закричали Дравивали Вашу мать А чего Ж вы Нам махали Все Девчонки Хали-гали 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 За рулю Где-ли Буги-буги Нет любезные Подруги Хали-гали Хали-гали За рулю Там Все Девчонки Играет музыка. Играет музыка. Заберем права вначале, а потом еще споем. Хали-гали, хали-гали за рулю. Хали-гали, хали-гали за рулю. Хали-гали, хали-гали за рулю. Хали-гали, хали-гали за рулю. Хали-гали за рулю. Я подумал, что следующая песня будет, как никогда, к месту. Хали-гали за рулю. Хали-гали за рулю. Хали-гали за рулю. Между тем он давно в небесах предрешен. И то, что Бог нам однажды отмерил, друзья, Увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Так постараемся ж с толком и стратить на личность. На чужое не зарясь, займы не просям. Хали-гали за рулю. И не завидуй тому, кто зелен и богат За рассветом всегда разлупает закат С этой жизнью короткую равную вздоху Обращайся, как с данной, тебе напрокат И если есть у тебя для жилья закуток В наше подлое время и хлеба кусок И если ты никому, ни слуга, ни хозяин Счастлив ты и поистину духом высок Ведь нет, не рая, не надо О, сердце моё, нет из брака возврата О, сердце моё, и не надо надеяться О, моё сердце, и бояться не надо О, сердце моё, ведь нет, не рая, не надо О, сердце моё, нет из брака возврата О, сердце моё, и не надо надеяться О, моё сердце, и бояться не надо Да пусть сердце моё И те, кто веруют слепо, по деньгой идут Тех, кто мыслит, сомнения вечно гнетут Опасаюсь, что голос раздастся однажды О, не между, дорога не там и не тут Изначальнее всего остального любовь В песне юности первое слово «любовь» О, не сведущий в мире любви коревыка Знает, что всей нашей жизни основа любовь Ведь нет ни рая, ни ада О, сердце моё, нет из брака возврата О, сердце моё, и не надо надеяться О, моё сердце бояться не надо О, сердце моё, ведь нет ни рая, ни ада О, сердце моё, нет из брака возврата О, сердце моё, и не надо надеяться О, есть сердце, но бояться не надо у сердца мою. Следующий человек, который сейчас выйдет на сцену, вот, мне кажется, это, конечно, мое такое, ну, ощущение, может быть, оно субъективное очень, но мне кажется, что внутренне они очень похожи. Потому что Серега, как я уже говорил, был человек очень естественный. Иногда это просто приводило к некоторым казусам. Иногда бывало, я помню, только начинались наши концерты совместные вдвоем, когда мы ездили, и первый концерт организовали нам какие-то ребята из системы КСП, да, из клуба авторской песни. И вот я помню, где это, я не помню, какой это был город, по-моему, Волгоград. Мы приехали, ребята восторжены, нас встретили, привели домой, соляночки налили, рюмочку налили, и мы зашли и видим, я вижу, у них везде Митяев. То есть заходишь в коридоре Митяев, в зале Митяев, прямо такой, знаете, небольшой иконостас Митяевский. Книги, фотографии, там, афиши с пописями, ну, вижу, любят люди Митяева, ну, замечательно, очень хорошо, Олег Любович замечательный, высокопрофессиональный артист, все хорошо. Садимся есть, а я уже почувствовал тогда, понимаете, думаю, ох, не к добру, я же знаю Серегу, он тоже на все это посмотрел. Сидим, кушаем, ну, кушаем и кушаем, как говорится, вот, разговариваем с хозяем, все хорошо. Но они, видимо, решили, что очень долго молчит вот этот вот товарищ, похожий на офицера белой армии, с интеллигентскими чертами лица, очень интеллигентный. Потому что Серега же очень интеллигентно выглядит, особенно в последнее время, когда очочки были такие тоненькие, ну, вообще. Но он и был интеллигентный еще, да. Ну вот, и тогда хозяева решили все-таки вовлечь его в разговор. Они сказали, Сережа, а вам нравится Митяев? Вот не надо было, я замер. Ну, Сережа отставил ложечку, значит, с этой соляточкой, как он, ну, ну, знаете, манера его, значит. Ну, знаете, по мне, пошляте нам последнее. И стал дальше ездить. С ним можно было спорить и соглашаться. Я очень во многом с ним не соглашался. Мы с ним спорили о кино, о литературе, там, о чем угодно. Но все это заканчивалось тем, что вот, когда мы уже в тупик заходили, я, я говорил, он говорит, пол, наверное, я говорю, не знаю, мне нравится. Он говорит, ну, тебе и гребенчиком нравится. Что с тебя взяли? На этом наши споры всегда заканчиваются. Вот. Но сейчас на сцену выйдет замечательный человек, который тоже, вот, мне кажется, как Серега, абсолютно естественный. Потому что, когда мне один мой знакомый из города Ставрополь на Грушинском фестивале сказал, Козловский сидит в жюри. И он там практически чуть ли не глава. И он зарубил мою песню. Ну, где-то ты сидел в каких-то, значит, ну, в мелких жюри, да, не в главных. Где-то, да, на прослушивание. А он зарубил мою песню, сказал он мне, пойдем к нему вместе с тобой, пойдем. Я говорю, да что, пойдем, пойдем. Подошлись, и сидел Андрюша, сидел, скучал, мы подошлись с ним. И он, взывая меня в свидетеля, призывая, говорит, вот, Андрюша, почему же ты зарубил мою песню? Почему? Андрюша совершенно ему сказал, потому что твоя песня полная. Вот. Я бы сказал, вы знаете, вам надо еще работать на трифм. Вот здесь вот соль минор, вот здесь вот подумайте еще как-то. Андрюша сказал, полное говно ваша песня, молодой человек. Вот в этом они люди естественные, как дождь, как снег. Этот человек, которого мы... Серега очень любил. Вот на Грушевском фестивале мы ходили, я помню, как он смотрел нас. Единственное, конечно, Серега не мог все одобрять. Такого не было. Это только Маккартни и Битлз абсолютно белые. А у Андрюха, Андрюху люблю, ну почему так много губной гармошки? Ну что они все обделали этой губной гармошки? В общем, человек, которого он очень любил и которого мы все любим. Называют его бардом, рокером, это не важно. Он и оттуда, и отсюда. Он пишет чудесные песни, я его сам обожаю. Андрей Козловский. И Михаил Макомич. И Жека Берет. А вот там лежит Жека. Где? Чудная песня, по-моему, народу собрали немало. Есть? Нет? Есть? Сейчас много. Как не изворачивайся, а времени мало, и что-то не умнеется. От медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину мало, На самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину мало, На самую высокую под звездами крышу. Скрипят росари, барабаня по стенам, Меня тянет к свету, как ведро из колодца. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить, Там, где живым не живется. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить, Там, где живым не живется. И чтобы там такое дверь ко мне не ломала, Огонь, вода или опасные трубы из меди. К тому, кто едет в лифте на родину мало, Ему уже достаточно того, что он едет. Любовь из нас умеет так войти, чтоб не выйти. И раз уж все равно живем, живем, а не выжить, На разных скоростях мы поднимаемся в лифте. К тому, кто едет на самую высокую под звездами крышу, Но по ремене, по ремене, по ремене мало, И больше не умеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину мало, На самую высокую от звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину мало, На самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину мало, На самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину мало, Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не смогу от чудовые процесса Я боюсь берегу на этой модной реке Но если есть тот, кто творит чудеса Так он творит чудеса от меня вдалеке Но если есть тот, кто идет по волнам Так он идет по волнам, так не видит никого В том, что я его не видел, не моя вина Он ходит по ламам, не дает меня одного А я забуду того, кого не в силах понять Я варю пельмени и курю элли Я ночую только там, где любят меня Я работаю, чтоб есть, чтоб работать я ем Я ничего такого далекого не сочинел Я не скрипел на скрипке, не трубил на трубе И, вероятно, мои дети будут спорнить меня За то, что я хотя бы напел на себе Я тоже был юг, я локал в портлин Я прийшел на гитаре и был на луну Я мог пойти без штука в любую дверь Но все-таки выбрал себе эту одну А теперь все есть и нет ничего Мой день похож на ночь, а ночь похожа на бед Я, по-тому, слишком сильно надеюсь на того Который гнет на ног, идет по воде Пора ловить бревна, пора скроить плод Пора ставить мачту под деть паруса Вот так кто бы мне скомандовал полный вперед Тогда бы я попробовал выбраться сам Тогда бы я попробовал выбраться сам Тогда бы я попробовал выбраться сам Платонок, не помню Мы играли не по нотам, а по слайбам, Саша Бас, яйцо, ансамбль Если я буду жить еще Значит, я буду жить в воде Если я буду жить в воде Стану акулой И, может, тогда Хоть иногда кто-нибудь Подумает так о мне Медленно плыть в чистой воде Медленно жить Медленно плыть в чистой воде Медленно плыть в чистой воде Скользит мой серебряный плавник Будь осторожен, заметив его Медленно плыть в чистой воде Медленно плыть в чистой воде Медленно плыть в чистой воде ПЕСНЯ Медленно полыть в чистой воде, Медленно жить в чистой воде. Те, кто на суше и кто в глубине, Те, кто на суше и кто в глубине. Помните, помните обо мне. Те, кто на суше и кто в глубине, Те, кто на суше и кто в глубине. Все, пока. Техническая академия, срочно выучился в ПТУ на сварщиках, уехал на север, с 83-го по 90-й год жив в вагончике, варил эту самую трубу, всякие эти помады в Ужгороды, а деньги укладывал на сберкнижку. А в 90-м году я вернулся на Большую Землю, все трасса закончилась, мы с этими сберкнижками, с нереальными вернулись сюда, ходили выбирали, эту квартиру не будем покупать, очень далеко идти до центра. Я, пять минут, что я, пешеход, что ли? Вот, и где-то так, в 92-м году, по-моему, я уже пошел с этой сберкнижкой в сберкассу, все снял, все свои сбережения, и на все купил пять блоков сигарет Марна. Пустились в кресло и написал вот такую песенку, которая, ну, она внутренний антикризисно до сих пор. Нет холода в доме, пока есть вода и заварок, пока для гостей ни того, ни другого не жалко. Копи-ни-копи, все равно не успеешь потратить, нам хватит. Ответов, пина не считать, на лазере наградит, Посмотреть на огонь просто так, ничего так обрадит. Подальше от тех, о которых забудем, как звать их, нам хватит. И все мы поймем, помогая подняться устарше. Так что там украить и делиться на наших и ваших. Пускай по счетам нам никто ничего не заполадит, Нам хватит. Нам хватит всего, нам всего понемногу досталось. О чем промолчим на последнем, на главном заткательном. Музыка. 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 Нам хватит Нам хватит Нам хватит Сергей Владимирович Любил классическую музыку Многие делают вид, что они любят классическую музыку Потому что это модно, не модно Это признак интеллигентности Он, как и все, что он делал Он делал это тихонечко, спокойно Он просто ее любил И знал Если бы я, скажем, знал В таком же объеме Я бы, возможно, где-то не упустил до момента Сказать, что, ага, это Хорошо темперированный клавир Неплохо Темперированный клавир Сергей Владимирович все это делал тихонечко И когда Когда что-то такое играло Спросишь у него, он говорит, ну это же вот Да И я очень хорошо Помню, как Я об этом рассказывал на концертах Даже написал где-то в предисловии В книжке, в предисловии, в одной из писем О том, как он Он любил играть на бас-гитаре Заниматься на бас-гитаре И любил играть какие-то классические пьесы И для этого он покупал ноты Искал где-то ноты С интернетом он в то время не очень дружил Ну тогда его, в общем, и не было Это было лет десять назад, наверное И особенно, так сказать, он этим не занимался Он покупал, как положено, бумажные ноты И он очень Ему нужны были Шесть сюит для виолончели Баха Который он играл на бас-гитаре И он ходил, искал эти шесть сюит И не мог найти И опоздал, наверное На самом чат, на концерт практически Опоздал, пришел, я говорю, где ты был Он говорит, я ходил, искал по книжным магазинам Шесть сюит Баха Ноты Не нашел Мне сказали, что их не издают С 1976 года, сказал он Потом посмотрел на меня И сказал Вот жизнь, говорит Шаова издают, а Баха не издают Сейчас Сейчас совершенно замечательный человек Красивая женщина Дочь Сережиной Одношкольницы Однокашницей Аспирантка Московской консерватории Маша Лебедева Исполнит нам Совсем немножечко классики Мы, естественно, понимаем, что Все мы интеллигентные люди Поэтому сюиту в 25 минут Мы, конечно, все выдержим Но по-разному По-разному Поэтому Маша сыграет буквально Три прелюдии Три прелюдии Маша, ты где? А вот и Маша Скрябин Скрябин Прелюдии Исполняет Мария Ильичевна Мария Ильичевна Потом ты скажешь, что вы с Сережкой Еще там какую-то Весу хотели Исполняем Исполняем Маша СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 ушла со сцены, я ее спросил, почему ты ушла, потому что следующий номер у них вдвоем. Она сказала, вы положены между номерами уходить. Знаете, как дирижер уходит, приходит, потом опять уходит, его зовут, и опять приходит, там что-то объявляет. Сейчас совершенно две замечательные, ну, Машу вы уже видели, к ней присоединяется дочь Марка Ихилича Фрейдкина, совершенно чудесная Ася Марковна Фрейдкина, которая, как я сейчас помню, всегда обладала, это, видимо, от отца всегда обладала таким ироничным складом. Это было, и сколько тебе лет-то было, когда мы впервые встретились, лет 10, да, 8, ну, мало было, да. Она сказала, сам Тимур Шау к нам пришел в гости, сказала она. Совершенно, ну, где-то она, может быть, была искреннее, но... И сегодня они мне вот вспомнили, как много лет назад, 12 или 15 лет назад я им запрещал есть пиццу. Вот, понимаете, две, выросли две такие уже прекрасные женщины, а зло помнит, как любая женщина. Сейчас они споют на два голоса песню, автор, на один, да, на один голос споете, ну, хорошо. Автор, который не из... Ну, вы сами объявите, что автор не изместит, а то мне неудобно говорить. Что автор не изместит. Мария Алина, я вам Ася Петербург. А, Вовчик Тирон, ну, я его позже представлю, больше. Ну, это Владимир Тирон, это совершенно замечательный наш друг, чудесный музыкант. На самом деле, хотела сказать, что когда вот уже Тимур говорил про то, что кастинг концерта обещал быть самым строгим, вот, и я тогда подумала, что, ну, как бы нам-то детям уж точно ничего не светит. Вот, но потом, так, благодаря семейным связям, как это обычно бывает, получилось спореваться. Вот, ну, на самом деле, я хочу сказать, что мы очень стараемся соответствовать. Мы немножко сейчас отойдем еще в другой жанр и споем такие две около-джазовые вещи. Первая баллада «My one, no one, let me see». Тимур пахает с «My one, let me see». Тимур пахает с «My one, let me see» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The blush on your cheek whenever I speak Tells me that you hold my heart You feel my heart has such desire Every kiss you give sets my soul on fire I give myself in sweet serene My one and only love I give myself in sweet serene I give myself in sweet serene I give myself in sweet serene КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 каких-то корпоративов их приглашают, потому что есть нерв, есть замечательный музыка, есть виртуозы. И что самое интересное, вот очень любят их и приглашают, ну, по крайней мере, когда это было РАО ЕС, приглашали их очень часто, но их любят лично. Лично. Нет? Может, не надо? Нет. Нет. Я не имею в виду. Я ниже уберу. Лично Чубайс. Я не знаю, хорошо это, это комплимент Сергея Затурискова. Позор кричит. Кричит Маслов. Маслов кричит из Барбихи. Адрес я уточню. Центрошин. Группа Ёжкин Кот. Я хочу сказать перед началом, что группа Ёжкин Кот обязана Сергею Владимировичу Костюхину, обязана тем, что Серега любезно предоставил свою жилплощадь, это для него было место такое, ну, очень, очень прямо такое вот он, но он предоставил жилплощадь нам под репетицией и многим мы именно с боческой точки зрения ему обязаны. И он терпел, он всегда терпел. Да, на его, да, на его исконной территории. Сейчас попробуем, что делать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...